Всем привет! С вами программа «Новостенок». И мы ее ведущие Амин и Камила. Сегодня в нашей программе Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирная организация здравоохранения. Узнаем у наших корреспондентов самые свежие новости. Посмотрим с вами юмористический сюжет наших юных талантов. Также вас ждет очередной увлекательный рассказ в рубрике «Сказочные истории». А еще сегодня мы познакомим вас с 7-летней талантливой певицей Аидой Далаевой. Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно реализовать свои планы, справляться с трудностями, а если понадобится, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить долгую и полную радость и жизнь. Здоровье – бесценное богатство каждого человека в отдельности и всего общества в целом. При встречах и расставаниях с близкими нам людьми мы всегда желаем им хорошего здоровья, потому что это главное условие полноценной и счастливой жизни. В нашей стране от ОРВИ сезонного вируса страдает более 30 миллионов человек ежегодно. Причиной этому является то, что более чем у 80% населения слабый иммунитет. Чтобы иммунная система работала как часы, ее надо поддерживать ежедневно, а не только в период эпидемии гриппа. Физическая нагрузка улучшает общее состояние организма и работы лимфатической системы, выводящие токсины из организма. Согласно исследованиям, люди, регулярно занимающиеся спортом, болеют простудой на 25% реже, чем те, кто не ведет здоровый образ жизни. Тем не менее, не стоит слишком усердствовать. Всего 30-60 минут спорта в день позволяет вас стать здоровее, в то время как более серьезные нагрузки сделают вас слабее. Обязательно включайте программу отжимания. Они способствуют лучшей работе легких и сердца. Каждому из нас нужен витамин D, который содержится в лососе, яйцах и молоке. Исследования показали, что многие люди получают недостаточное количество витамина С. Цитрусовый – великолепный источник витамина С. Вашим помощником в ведении здорового образа жизни может стать закаливание организма. Самый простой способ – воздушные ванны и водные процедуры. Из белка строятся защитные факторы иммунитета – антитела. Если вы будете употреблять в пищу мало мяса, рыбы, яиц, молочных блюд, орехов, то они просто не смогут образоваться. Всего 5 чашек горячего чая в день значительно укрепляют ваш организм. Из обыкновенного черного чая выделяется тианин, который расщепляется печенью до атиламина. Вещество, повышающее активность кровяных клеток, ответственных за иммунитет организма. Стоит отметить, что все это относится только к качественным сортам чая. Веселитесь! Согласно исследованиям, люди, имеющие положительный эмоциональный стиль, счастливы, невозмутимы и полны энтузиазма, а также менее подвержены простудам. Крепкий сон – один из лучших способов оставаться здоровыми. Люди, которые спят по 7-8 часов, однозначно поступают правильно, а вот больше 8 часов спать не рекомендуется. Мойте руки. Когда вы мойте руки, делайте это дважды. Когда ученые из Колумбийского университета занимались изучением данной проблемы у добровольцев, то обнаружили, что однократная мойка рук не имеет практически никакого эффекта, даже если люди использовали антибактериальное мыло. Поэтому мойте руки дважды подряд, если хотите отогнать простуду. Не нервничайте. Длительный стресс наносит мощнейший удар по иммунитету. Повышая уровень негативных гормонов, он подавляет выделение гормонов, помогающих сохранить здоровье. Научившись бороться со стрессом, вы остановите поток лишних гормонов, которые как раз и делают вас толстой, раздорожительной и забывчивой. Аминь, давай узнаем у жителей города Джеркеска, как они представляют себе здоровый образ жизни и как следуют ему. Давай. Чтобы быть здоровым, нужно? Заниматься спортом. Ты занимаешься спортом? Да. Каким? Танцами. А по утрам фидератку, может быть, делаешь, нет? Ну, иногда по-другому делаю. Спортом. Ты занимаешься спортом? Относительно. Каким? Ну, легкой третикой. Как давно? Ну, на протяжении двух уже. Тренироваться. Занимаешься спортом? Да. Каким? Танцами. Заниматься спортом. Занимаешься спортом? Да, конечно. Каким? Баскетболом. Как давно? Пять лет. Ну, главную очередь не употреблять наркотики, не курить, не пить, заниматься спортом и правильно питаться, наверное. А каким спортом ты занимаешься? Спортивной гимнастикой. Как давно? Девять лет. Умываться по утрам. Делать зарядку по утрам. Ты занимаешься спортом? Да, плавание. Два года. Заниматься спортом. Занимаешься спортом? Да, немного. Каким? Бегаю. Да. Заниматься спортом. Как сказать? Пешочком хожу. Поднимаюсь по лестнице, спускаюсь на зеленый остров иногда. Ну, ведете активный образ жизни? Вести здоровый образ жизни и заниматься зарядкой по утрам. Естественно. Ты занимаешься спортом каким-нибудь? Да, я бегаю по вечерам. Для себя или это как спорт? Для себя бегаю. Заниматься спортом. Занимаешься спортом? Да. Каким? Волейбол. Как давно? Ну, недавно начал, где-то три месяца. Ну, ты говоришь, что ты занимаешься спортом. Продемонстрируешь нам спортивные свои навыки? Ну, да. Здоровый образ жизни, заниматься спортом, питаться правильно. Этого я ничего не делаю, кстати. Смотри, спортом тоже не занимаешься? Нет. Не занимаюсь. Я готовлюсь к ЕГЭ. Заниматься спортом. Бегать по утрам. Правильно питаться. Вы занимаетесь спортом, ребят? Да. Каким? Нернастик. У нас рукопашный бой еще. Ребят, ну, я попрошу продемонстрировать какое-нибудь упражнение. Давайте поприседаем. Как вам? Давай. Что назвал Леонардо да Винчи соком жизни? Соком жизни? Честно, задумяюсь, ответить на этот вопрос. Соком жизни? Воду. Соком жизни? Здоровье? Не знаю. Спорт. Какой-нибудь. Гранатовый сок. Сок. Соком жизни? Ммм, не знаю. Амин, а ты любишь заниматься спортом? Люблю. Здоровый образ жизни. Это хорошо и весело. Да уж. У нас юмористический сюжет как раз об этом. Так, побудь здесь. Я свои дела сделаю и скоро приду. Хорошо. Ну, вон, пока с мальчиком поиграю в шахматы, выиграешь с меня шоколадка. Давай. Так ты ж неправильно играешь. А ты шахматист, что ли? Ну, сыграем? Ну, давай, рискни. Ну, давай, рискни. И белые ходят первыми. Музыка. 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 Шах. А ты знаешь, я боксом занимаюсь. А еще я чемпион мира по карате Ходи Субтитры сделал DimaTorzok Мат Третья четверть самая длинная и, пожалуй, самая напряженная из всех составляющих учебный год. Поэтому заслуженный перерыв в учебе, а именно этим являются каникулы весной, школьникам и учителям ох, как необходимо. Так как становится тепло, захочется прокатиться на велосипеде, на роликах, но не стоит забывать о правилах дорожного движения. В 19-й школе города Черкеска детям провели познавательный урок. Все подробности расскажет наш корреспондент. ГИБДД города Черкеска совместно с автошколой «Форсаж» провели обучающий урок детям и напомнили о правилах дорожного движения. Основная задача, стоящая перед сотрудниками ГИБДД, это профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, в том числе с участием детей. Подготовлены и викторины, и автошкола подготовила призы, которые будут раздавать детям, световозвращающие элементы. Данное мероприятие приурочено к тому, чтобы дети с начальных классов уже понимали, что они являются участниками дорожного движения. И при выходе на дорогу пользовались этими световозвращающими устройствами, особенно в вечернее время. Обучающее мероприятие проходило в два этапа. Сначала дошколята осваивали теоретические навыки в беседе с преподавателем автошколы, а затем с инспектором ГИБДД. Получили практические навыки безопасного поведения на улицах города. Во время занятия маленьким пешеходам рассказали, как нужно безопасно переходить дорогу, что нужно обязательно убедиться в том, что весь транспорт остановился, водитель видит и пропускает пешехода. Кроме того, повторили дорожные знаки и цвета сигналов светофора. Это не для детей, это скорее для родителей. Напомню, что правилами ПДД требуется, чтобы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости дети имели светоотражающие элементы на своей одежде. Сейчас с установлением теплой погоды количество детей на проезжей части резко возрастет. Поэтому хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они позаботились о том, чтобы на одежде детей имели светоотражающие элементы, дабы обеспечить их безопасность на проезжей части. Также ребятам рассказали, почему во время поездки на машине нужно обязательно быть пристегнутым при помощи специальных детских удерживающих устройств. Сотрудник ГОФ Астан-Испекции напомнил детям о том, что дорога – это не место для баловства, нужно быть предельно внимательным и дисциплинированным. Мне очень понравился этот урок и спасибо всем тем, кто его организовал. Затем представители автошколы «Форсаж» совместно со старшеклассниками отправились изучать отзыв вождения. Эдуард Межов попробовал прокатиться на автосимуляторе, а после поделился с нами впечатлениями. Большие впечатления от вождения ребенка. Самое сложное – это когда начинаешь ехать, заводишь машину, сцепление, все это. Это очень сложно. Я бы пришел в эту школу «Форсаж», потому что здесь очень хорошо, здесь хорошие инструкторы, они могут многому чему научить. По мнению автоинспекторов, дети всегда копируют поведение старших, и при этом родители своим примером должны научить детей соблюдать правила дорожного движения, переходить приезжую часть, только убедившись в том, что все машины остановились, и переход улиц совершенно безопасен. Ты любишь петь? Иногда поют, только когда никто не слышит, а что? На прошлой неделе наш корреспондент побывал на региональном этапе ежегодного Всероссийского фестиваля конкурса «Хрустальные звездочки», где определили шесть победителей. Думаю, этот сюжет будет тебе и нашим телезрителям интересен. Тогда давай скорее его посмотрим. На сцене детской школы искусств в городе Черкесск совершился региональный этап ежегодного Всероссийского фестиваля конкурса «Хрустальные звездочки», который проводится службой судебных приставов вот уже более десяти лет. Основная его цель – выявление, поддержка и развитие одаренных детей и подростков, создание условий для реализации их творческого потенциала. Главный приз для победителя региональных этапов поездка в Москву на финальный гала-концерт, который пройдет в конце апреля. Но не менее важно то, что фестиваль придает участникам уверенность в своих силах, задает стимул к совершенствованию, а также возможность выбора своего дальнейшего жизненного и профессионального пути. Помимо этого «Хрустальные звездочки» способствует укреплению взаимодействия между различными государственными структурами и ведомствами. Выступают две возрастные группы – с 7 до 12 лет, с 13 до 18 лет. Выступают дети в трех номинациях – исполнительское мастерство, в котором участвуют исполнители на разных музыкальных инструментах, всевозможных форм, ансамблей или солисты. Далее есть номинация «Вокал», в котором также принимают дети участие, поющие в разных стилях и жанрах. И номинация «Хореография». Также дети танцуют в совершенно разные и очень интересные танцевальные номера. В начале мероприятия с приветственным словом к присутствующим обратился заместитель руководителя управления ФССП России по Карачаво-Черкесской республике Азамат Кишмаков. Хочу пожелать всем удачи, всем участникам, юным нашим артистам удачи, а всем остальным присутствующим приятного просмотра. В программе конкурсных выступлений строгая и компетентная жюри в составе профессиональных музыкальных педагогов и хореографов и остальные зрители увидели около 30 различных творческих номеров. Дети играли на фортепиано, фиолончели, скрипке и флейте. Спектр вокальных выступлений участников тоже оказался весьма широк и разнообразен. Это и лирическое, задушевное пение, и озорные шуточные песни. Конечно же не обошлось без танцев. Участники порадовали организаторов и гостей концерта исполнением национальных народных танцев. Основными критериями оценки выступления участников конкурса в номинациях являются техника исполнения, эмоциональность и артистизм, оригинальность исполнения и сценического образа и качество музыкального сопровождения. Продолжительность выступления не более 4 минут. В свою очередь конкурс был разделен по двум возрастным группам. В первую возрастную группу вошли дети от 7 до 12 лет, во вторую возрастную группу дети от 13 до 18 лет. Ученица Зеленчукской музыкальной школы Мария Мартынова исполнила песню под названием «Мама». Я эту песню посвящала для мамы. Эта песня называется «Мама». Я уже участвую в этом конкурсе 3 года. Третий год, и все равно у меня волнение есть. Я переживаю, думаю, что я какое-то место все равно займу. При проведении итогов победителями были признаны номинации «Исполнительское мастерство» в первой возрастной группе – ансамбль виолочелистов в ДШИ города Черкеска, во второй возрастной группе – Калмыкова Маргарита, в номинации «Хореография» в первой возрастной группе – Падетруа, во второй возрастной группе – первое место детский хореографический ансамбль «Кавказ», в номинации «Вокал» – первое место Мартынова Мария, во второй возрастной группе – первое место Лавнинской Ксении. Победители регионального этапа конкурса смогут принять участие в следующем этапе Всероссийского фестиваля конкурса «Хрустальные звездочки», который пройдет уже в Москве. А теперь подошло время познакомить вас с нашим гостем Аидой Далаевой. Привет! Здравствуйте! Привет, Аида! Расскажи нам и нашим телезрителям о своей поездке в Нальчик и о самом конкурсе. Ну, скажу так. Сначала было тяжело. Иногда я сдавалась. На меня подталкивали на то, чтобы я не сдавалась, не сходила с пути. Вот, получила золотую медаль, второе место. Было тяжело. Было 60 участников. Было очень мало конкурсантов, потому что плохо пели. И в основном это было... Эти люди были все из Нальчика. А можешь рассказать самые яркие моменты, запомнившиеся к тебе? Это красота, это звери, которых я видела в зоопарке, сцена. Иногда я боялась, пугалась. Но моя подруга меня поддерживала и говорила, чтобы я не сдавалась. Это здорово, что есть такие друзья. И можешь рассказать, кто подготавливал тебя к этому конкурсу? Ну, конкурс назывался «Нальчик под клуба счастья». Подготавливала меня к конкурсу Медведева Светлана. А можешь рассказать, как вы подготавливались, сколько это длилось? Айда, участие в таком большом мероприятии для тебя впервые? Ты волновалась? Для меня это не в первый раз. Я выступала не один раз. Но вот в этом возрасте и тогда это было тяжело. Это было страшно, потому что, когда я выступала при большой сцене, я была не одна. А когда я выступала в «Нальчике», я была одна, пела одна. И это было слегка страшно. Айда, ты сможешь исполнить для нас и наших телезрителей небольшой фрагмент из этой песни? Конечно же. Расскажу вам по секрету, сколько есть цветов у лета. Если только не зевать, можно все их сосчитать. Солнце луча скрасит лето, красной краской у рассвета. Синей краской небеса, а зеленую леса. Очень красиво. А можешь сказать, есть ли у тебя кумир или певица или певец, на кого ты равняешься? Ну, в основном я слушаю клипы. Но есть одна певица, которую зовут певица Максим. Айда, а какие у тебя любимые предметы в школе? Математика и чтение. А хобби у тебя какое? Хобби рисовать и петь. Айда, поделись своими планами и заветной мечтой. Заветная мечта у меня есть такая, чтобы открыть ветеринарную клинику. А почему именно ветеринарная клиника? Потому что я в детстве очень любила и сейчас люблю животных. А каких животных ты больше всего любишь? Собак и кошек. Давай поиграем в небольшую игру, называется «Блицопрос». Мы задаем тебе вопросы, а ты на них отвечаешь. Давайте. Поехали. Какое мороженое ты больше любишь, шоколадное или фруктовый лед? Фруктовый лед. Красное или черное? Черное. Газировка или сок? Сок. Что бы ты, Аида, выбрала, дарить самому подарок или получать подарки? Дарить самому. Твои пожелания нашим телезрителям? Желаю поставить перед собой цель, свою цель, и идти к ней, и не сдаваться. Здоровья, всего самого наилучшего. Что ж, Аида, мы благодарим тебя за интересную беседу. Желаем успехов и крепкого здоровья. Спасибо, и вам тоже. Но мы попросим тебя остаться и посмотреть с нашими телезрителями и нами рубрику «Сказочные истории». Я уверена, что вам понравится. Спасибо за предложение. Я посмотрю. В одном лесу жил необыкновенный заяц. Необыкновенный потому, что все зайцы любили грызть капустные кочерыжки, а этот заяц питался исключительно сладостями. Прибежит в деревню, встанет посреди улицы на задние ноги, начнет кувыркаться, кружиться, забавно подпрыгивать. Артист, да и только. Ребятни и взрослым очень нравился этот заяц. Угощали его конфетами, печеньем, даже варенье наливали в капустный листочек. А он все ест и в лесу скачет. Так и питался зайка. Стал толстый, неуклюжий, ленивый. Потом и другая беда стала донимать. Заболели у зайца зубы. Да так сильно, что не спал он три дня и три ночи. Стонал, слезы лил. Пожалели его другие зайцы. Принесли ему много моркови, репик, капусты. Ешь, зайка, овощи. Они очень вкусные и полезные. Потому что в них много витаминов. И помни, не зайчи это дело, а конфеты грызть. Послушался друзей заяц. Стал водичку печь ключевую. Есть овес и морковочку. Свеклу и капусточку. Больше о больных зубах и не вспоминал. А сейчас у нас объявление. Дорогие телезрители, вы все уже оценили нашу новую рубрику «Сказочные истории». Теперь мы хотим в ее создание прилечь вас, ваших друзей, одноклассников, сестер и братишек. Все, кому интересно сочинять сказки и рисовать, можете принять участие в нашем телевизионном конкурсе. Программа «Новостенок» объявляет творческий конкурс на лучшую сказку. Что для этого нужно? Сочинить небольшой рассказ, темы не ограничены и нарисовать иллюстрации каждому его сюжету. Не менее 10 картинок. Победители будут объявлены в нашей программе. Мы вас с ними обязательно познакомим в этой студии, а их работы украсит наш эфир. Начинайте творить уже сейчас и отправляйте свои работы на нашу электронную почту. Дети, собака Архиз24 или по адресу нашей телестудии. Города Черкеска, улица Гутикулова, дом 3. Контакты, телефон 8782-23-8940. На этом, дорогие телезрители, наша программа подходит к концу. Сегодня мы узнали много нового и с пользой провели время. Программа «Новостенок» прощается и желает вам больше позитивных новостей. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»